я всех приветствую уважаемые дамы и господа на нашем канале на нашем вебинаре не смотрите на то что там была дата завтра в 8 вечера это видимо наши техники немножко перепутали когда настраивали вебинар по плану прямо сейчас в 19 часов мск но в общем то уже одна минута у меня на часах будем пунктуально уже будем начинать вижу ваши плюсики вижу что меня видно приглашается скорее всех своих новичков всех участников которые недавно зарегистрировались или только хотят зарегистрироваться сегодня мы подробно поговорим о проекте нашим о том как на этом заработать и в том числе в условиях сегодняшней ситуации ну а пока вы собираетесь я уже начну надеюсь со связью проблем не будет потому что прошлый вебинар связь была какая-то ужасная но это все перегрузки интернет-сетей в условиях опять же сегодняшней ситуации и так друзья конечно вы все в курсе ситуации с эпидемией коронавируса глобальным карантином во многих странах который в данный момент заставляет миллионы людей круглосуточно находиться дома кстати сегодня нерабочие дни в россии продлили аж до 30 апреля да знаете уже есть не знаете то вот вам хорошая новость хорошая в кавычках а может быть и нет то есть люди будут вынуждены находиться в изоляции еще целый месяц и конечно же они будут у своих компьютеров и мобильных устройств не нужно быть гением чтобы понять что это лучшее время для развития интернет-бизнеса поскольку онлайн сейчас будет высок как никогда и в том числе в сети резко возрастет количество людей ищущих возможности для онлайн заработка к слову о заработке да вопрос поиска заработка как я считаю в самое ближайшее время станет у многих очень остро так как ситуация в этом отношении сейчас совсем непростая и кажется она сильно усугубляется огромное количество компаний попросту не сможет выплачивать заработную плату своим сотрудникам так как у них самих не будет дохода в условиях сегодняшнего карантина но и через месяц уж подавно а многие компании и вовсе уйдут с рынка и наверное люди останутся в этом случае безработными в то же время финансовые запасы у населения наверное не так велики чтобы целый месяц спокойно обходиться без дополнительного дохода поскольку многие и до этого карантина жили от зарплаты и до зарплаты и сейчас их положение катастрофически усугубится что с этим делать решать вам можно сидеть и трястись в предвкушении неизвестности подсчитывая свои оставшиеся сбережения а можно поднять свою пятую точку и использовать ситуацию в свою пользу знайте что прямо сейчас вы находитесь в нужное время и в нужном месте поэтому не упустите свой шанс ловите волну и начинайте зарабатывать по-настоящему большие деньги а как именно это можно сделать быстро эффективно и самое главное легально сейчас мы об этом как раз и поговорим сегодня мы познакомим вас с потрясающими возможностями одного из самых популярных и надежных бизнес проектов в интернете уж точно без привлечений самого благородного из всех бизнесов на сегодняшний день мы будем говорить о проекте whole world или по-русски всем миром стабильно и легально работающим как часы с 2011 года то есть уже более 8 лет и насчитывающему на сегодняшний день уже более 1 миллиона зарегистрированных участников из 165 стран мира кстати проект работает под управлением компании о всем миром центральный офис который находится в россии в городе санкт-петербург ну и для того чтобы быстро ввести вас в курс дела я постараюсь коротко ответить на три ключевых вопроса которыми как правило принято описывать любой бизнес это следующие вопросы первое что это за бизнес второе сколько тут можно заработать и третье что для этого нужно делать давайте перед тем как я начну отвечать еще раз посмотрим все ли окей но если что то будет не окей вы мне сразу пишите если связь будет прорываться надеюсь что нет итак поехали вперед вопрос номер один что это за бизнес whole world или всем миром это программа развития общественной благотворительности в основе которой лежит концепция партнерского фандрайзинга на платформе whole world любой желающий может эффективно привлекать денежные средства на благотворительность и получать при этом постоянно растущий доход что же такое фандрайзинг прозвучал такой термин неизвестно давайте разбираться фандрайзинг это деятельность по привлечению ресурсов в денежных и иных формах для реализации некоммерческих проектов и программ направленных на общеполезные цели в нашем случае на благотворительность из возможно известных вам видов фандрайзинга можно выделить следующее это почтовый фандрайзинг то есть всевозможные рассылки как по электронным письмам так и по почтовым ящикам звонки потенциальным донорам и меценатам с просьбой оказать финансовую помощь внести сделать благотворительные пожертвования и так далее медийный фандрайзинг это мероприятие на телевидении радио в прессе каких-то посещаемых веб ресурсах ну средствах массовой информации которые как раз направлены на сбор пожертвований наверное самым популярным для вас может являться выпуски на первом канале когда руссфонд делает сюжеты о каких-то нуждающихся в сборе средств детях тяжелобальных и просит отправить смс с целью помочь ну и в общем-то это работает событийный фандрайзинг организация различных благотворительных мероприятий концертов выставок и в общем-то другой активности сбор средств от которых идет частично или может быть полностью на благотворительность это могут быть также уличные акции когда волонтеры или замаскированные под них молодые люди люди не бредно молодые ходят с какими-то ящиками и собирают пожертвования наверное не самый такой приятный вид фандрайзинга маркетинговый фандрайзинг тоже вам наверняка многим знаком когда в магазине при покупке той или иной продукции вы видите надпись о том что часть средств от продажи данного продукта пойдет на благотворительность ну и в общем-то это должно вас каким-то образом мотивировать на совершение данной покупки но конечно же никто не знает насколько это работает и насколько на самом деле средства туда идут тем не менее мы будем говорить сегодня о партнерском фандрайзинге это тот самый вид фандрайзинг который используется в нашем проекте и если все классические виды фандрайзинга используют в качестве главного мотиватора в привлечении пожертвований такие качества как человеческое сострадание, милосердие, желание помочь то у партнерского фандрайзинга в этом есть важное отличие что же это за отличие? дело в том что партнерский фандрайзинг работает на совершенно иной мотивации а именно на финансовой мотивации людей то есть на желание их легко заработать хорошие деньги и если вы сомневаетесь в эффективности такой мотивации то просто сами себе ответьте на один простой вопрос вот такой вопрос согласились бы вы сделать благотворительное пожертвование если бы точно знали что после этого вам самим начнут поступать денежные переводы от десятков тысяч людей со всего мира то есть на вас обрушится просто денежный дождь согласились бы? ответ безусловно да и наверное сомнений в эффективности финансовой мотивации быть не должно у вас поэтому знайте в холлорд вам не придется давить на жалость упрашивая или уговаривая людей совершить благотворительные пожертвования тут все намного проще причем настолько что они сами с удовольствием будут делать такие пожертвования узнав как работает проект и как они смогут на этом зарабатывать а сколько же можно на этом заработать? вопрос номер два доходы участников холлорд в прямом смысле не ограничены вы можете зарабатывать тут огромные деньги каждый месяц каждую неделю и каждый день это может быть например 10 тысяч долларов в месяц например 5000 долларов в неделю или 1000 долларов в день вы сами решаете как много и как часто получать тут деньги при этом чем больше вы будете тут зарабатывать тем большую пользу обществу вы будете приносить ведь как мы сказали ранее это самый благородный бизнес Кстати, доходы вы получаете тут в долларах, а курс доллара, как вы знаете, сейчас очень сильно вырос, в связи с чем доходы участников в рублях увеличились практически на 20%. Ну и наконец, тут все настолько круто, что эти доходы еще и не облагаются налогами, поскольку переводы от других людей поступают тут вам как безвозмездная финансовая помощь. То есть, как дарение, ну и по крайней мере по законам Российской Федерации и большинства других стран, дарение налогами не облагается. Ну хорошо, скажете вы, да, что же нужно делать для того, чтобы здесь зарабатывать? А сейчас мы об этом поговорим. Да, все окей, сами настраивайте трансляцию, как вам удобно, а мы поехали дальше. Итак, что же нужно делать, чтобы зарабатывать такие отличные деньги, принося при этом пользу людям? Все очень просто. Маркетинг тут построен таким образом, что для того, чтобы начать получать доход от участия в проекте, каждый участник сначала сам должен оказать финансовую помощь. И далее уже ему самому начнут поступать денежные переводы от людей буквально со всего мира. Итак, вот этот слайд «Три шага к большому успеху» мы сейчас и разберем. Шаг номер один. Вы принимаете благотворительную эстафету и совершаете небольшое пожертвование. При этом одна часть средств направляется в Международный благотворительный фонд помощи детям всем миром, а другая – вышестоящим партнерам по структуре. Благодаря уникальному техническому решению все денежные переводы при этом совершаются в автоматическом режиме напрямую между участниками и сразу поступают на их электронные кошельки, не накапливаясь на счетах компании. Шаг номер два. Теперь вы сами передаете благотворительную эстафету другим людям, и они, в свою очередь, передают ее дальше. Как вы понимаете, таким образом формируется ваша партнерская структура, глубина которой может достигать семи поколений. А количество людей, которых вы можете лично пригласить к участию в проекте, не ограничено. Ну и шаг номер три, который следует за этим. Вы сами начинаете получать денежные переводы от людей со всего мира. Поскольку каждый раз, когда кто-либо из ваших партнеров по команде совершает благотворительное пожертвование, вы тоже получаете финансовую помощь. И чем активнее растет ваша партнерская структура, тем чаще вы получаете денежные переводы, а вместе с тем все больше денежных средств направляется на благотворительность. То есть, резюмирую, вам достаточно принять благотворительную эстафету, совершив небольшое пожертвование, и далее просто рассказывать другим людям о том, что есть такой замечательный проект Whole World, передавая тем самым благотворительную эстафету дальше как можно большему количеству людей. Да, примерно так, как передается коронавирус, да, там была статистика недавно на экране в новостях, что там от одного человека в среднем, от одного зараженного в среднем там три человека заражаются, да. Вот, и схема такая прям вот как вот развитие партнерской структуры. Но вы можете делать это намного, намного вируснее, заражая благотворительной эстафетой, в хорошем смысле слова, десятки и даже сотни человек, и ваша структура будет просто огромной, но чуть ли не весь мир. Поэтому и проект называется «Всем миром». Ну, что если вы не умеете, скажете, рассказывать, там, да, приглашать, на самом деле не беда, это особо и не требуется, поскольку вам достаточно просто показать людям видео о проекте, который представлен на официальном сайте на девяти языках. И одного этого уже будет достаточно, чтобы многие из них захотели принять участие. Речь вот про эти три видео, ну, самое главное, я считаю, вот этот вот центральный видеоролик. Не буду сейчас его включать, вы сами можете посмотреть, если еще не делали этого. Видите, что на девяти языках он доступен, поэтому у вас не будет проблем с географической какой-то разницей. Вы можете приглашать сюда людей буквально со всего мира, и они поймут, как работает проект, и смогут присоединиться и оказать финансовую помощь, принеся пользу благотворительности и вам в том числе. Ну и, конечно же, можно и нужно приглашать людей на наши еженедельные вебинары, и мы подробно расскажем им все сами, ровно так, как сейчас рассказываем подробненько и вам. А еще тут можно зарабатывать и вовсе без приглашений, так как в проекте есть услуга бизнес-автомат, которая может автоматически строить вашу партнерскую структуру, но об этом мы поговорим чуть позже. Сейчас мы поговорим о том, куда же идут благотворительные пожертвования наших участников и на какие благотворительные цели направлены усилия наших фандрайзеров. С октября 2012 года центральным объектом благотворительности в нашем проекте является Международный благотворительный фонд помощи детям всем миром. Основной целью благотворительной программы фонда является оказание помощи детям с тяжелыми заболеваниями и травмами, которые нуждаются в дорогостоящем и высокотехнологичном лечении и реабилитации. Простите, простите, сайт фонда www.room, ну и также доступен он на английском, международная версия, wholeworld.fund. Какими же успехами может похвастаться наш проект в плане эффективности партнерского фандрайзинга? Ну, на самом деле, очень весомыми успехами, это несколько десятков, а если быть точным, сейчас скажу, так, вы помогли, это более сотни, 120 на данный момент детей, которым мы помогли собрать средства на дорогостоящие операции, а некоторым без привлечения удалось спасти жизнь. Ну, по поводу истории я чуть позже расскажу. На самом деле, сейчас хочу по сайту фонда немножко вас провести. Итак, www.ru, обязательно посетите сайт фонда, посмотрите здесь все данные о детях, которым помогают, которым уже помогли. Вы видео о фонде можете посмотреть, новости фонда, поступления и, конечно же, отчеты за все годы с 2012, то есть фонду на сегодняшний день уже восьмой год активной работы. И это организация, которая уже доказала свою состоятельность, ей не нужно придумывать что-то, но если у вас, конечно же, есть сомнения, то вот как раз посещение сайта фонда может их развеять. Почитайте о фонде, посмотрите новости поступления, можете сами совершить благотворительные пожертвования, это будет, безусловно, очень-очень хорошо. Ну, а я обещал вам рассказать о нескольких историях, когда мы говорили спасенная жизнь на вашем счету, это яркие истории, такие как вот с Никитой Лыковым, когда маленькому мальчику буквально один год на тот момент, которому было, поставили страшный диагноз. Это онкология глаз, билотериальная ретинобластома, и в России врачи разводили руками и как бы уже предлагали ампутировать глаз, просто ставив мальчика инвалидом на всю жизнь, представляете, в таком маленьком возрасте. Но, как вариант, было лечение в Израиле, дорогостоящее, но, тем не менее, мама пошла на это, и с помощью нашего фонда была собрана огромная сумма в размере более 4 миллионов рублей, она собиралась буквально всемиром, конечно же, с помощью наших фанрайзеров. Она была собрана, и, о чудо, все прошло успешно, и сколько лет вот с 2014 года прошло, на сегодняшний день Никита здоров, растет нормальным парнем, все у него хорошо, держит связь, и как бы никаких рецидивов, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, поэтому здесь мы говорим спасенная жизнь на вашем счету. Была еще одна очень яркая история в 2013 году, когда Алексей Коваленко на тот момент, 14, по-моему, лет ему было, с злокачественной опухолью головного мозга. Три дня Алексей отправился на операцию буквально мгновенно, но и средства нужно было собрать очень срочно, это было сделано с помощью наших фанрайзеров, с помощью благотворительного марафона, и на сегодняшний день Алексей Коваленко. Также здоров, без всяких рецидивов, такой уже мужчина, как на фотографии вы видите, также поддерживаем связь постоянно, ну и это спасенная жизнь также на счету наших фанрайзеров, то есть на вашем счету. Таких историй много, можете на сайте фонда посмотреть сами и убедиться в том, что это не выдумка и то, что действительно наша организация занимается именно фанрайзингом и приносит общественно полезные успехи вот такими вещами. Давайте пойдем дальше и поговорим уже непосредственно о том, как работает, какие здесь есть фанрайзинговые программы. На самом деле есть две фанрайзинговые программы, это Благотворительный эстафета и Благотворительный марафон. Каждая из этих программ имеет свои особенности и преимущества, но при этом вы должны знать, что участвовать можете вы как в какой-то одной из программ по отдельности, так и в обеих программах сразу, что, конечно же, наиболее выгодно для вас со всех точек зрения будет. Но сейчас поговорим подробнее. Отличаются эти программы в первую очередь, конечно же, суммы финансовой помощи, которую вы оказываете на входе. Для Благотворительной эстафеты это 100 долларов и финансовая помощь оказывается один раз в год. И, буквально, на марафоне это сумма 35 долларов на одно место. Можете иметь несколько мест, неограниченное количество мест, но оказывать финансовую помощь здесь нужно один раз в три месяца. То есть сумма меньше, но оказание помощи чаще. Есть свои особенности по маркетингу. Конечно же, это разный маркетинг. В любом случае, ваш доход не ограничен. В Благотворительной эстафете вы можете получать столько денежных переводов, сколько захотите, хоть на один миллион долларов или больше. В Благотворительном марафоне на одно место ваш доход ограничен. Это может быть максимум 5854 доллара за три месяца. Это особенность маркетинга. Но количество мест у вас может быть неограниченное, поэтому доход здесь тоже неограничен. Кроме того, в марафоне вы имеете возможность получать переливы от ваших стоящих партнеров, поэтому здесь можно срабатывать и без приглашений вовсе. Но об этом мы поговорим опять же чуть позже подробнее. И отсутствие обязательств – это важный нюанс, который вы должны знать. Заключает он в том, что вы вправе не производить оказание финансовой помощи в следующем периоде, то есть будь то следующий год или следующие три месяца, если у вас истекла активность и вы не хотите этого делать. Здесь никто вас не принуждает, на подписки платные не подписывает. И каждый раз вы только сами по своему собственному желанию оказываете финансовую помощь, если этого хотите. Поэтому здесь для вас никаких рисков абсолютно нет. Ну и давайте начнем со эстафеты подробнее. Итак, стать участником Whole World можно только по приглашению одного из действующих участников. И его пригласительный сертификат, который вы видите сейчас справа, вот он, да, как раз и выступает той самой эстафетной палочке при передаче благотворительной эстафеты. И когда вы присоединяетесь к эстафете, оказывая финансовую помощь на сумму 100 долларов по списку данного пригласительного сертификата, то к каждому участнику, чье имя находится в этом списке, поступает соответствующая сумма. Это 10, 5, 5, 5, 5, 5, 15 долларов. И 50 долларов направляется в благотворительный фонд помощи детям всем миром. Что дальше происходит? Да, важный момент. При этом вам не надо делать вручную вот эти вот 8 переводов на разные суммы разным людям и на разные счета. Вы просто производите одну оплату на 100 долларов любым удобным способом из доступных в личном кабинете. И далее автоматический платежный шлюз сам отправляет соответствующие переводы от вашего имени нужным адресатам. Ну и после успешного оказания этой финансовой помощи на 100 долларов из вашего сертификата, то есть из сертификата пригласившего вас человека, простите, система формирует уже ваш личный сертификат, подставляя ваше имя в нижнюю строку. А остальные имена в очереди при этом поднимаются на одну строку выше. Этот сертификат вы сразу же можете использовать для передачи благотворительной эстафеты, то есть его можно распечатать и передавать. Где-то вживую. Либо можно использовать в электронном виде, просто отправляя людям свою пригласительную ссылку на сайт Whole World, где они смогут посмотреть видеопрезентации, ознакомиться с тем, как работает проект, зарегистрироваться и оказать финансовую помощь по вашему сертификату. Каждый раз, когда по вашему пригласительному сертификату регистрируются и оказывают финансовую помощь новые участники, на ваш счет автоматически поступает 10 долларов, поскольку ваше имя находится в нижней строке. При этом из вашего сертификата формируется сертификат нового участника, в котором ваше имя будет находиться уже на второй строке. И таких сертификатов будет столько, скольким людям вы передадите лично благотворительную эстафету. Как вы понимаете, что чем большему количеству людей вы передаете эстафету, тем лучше. Далее, по сертификатам приглашенных вами людей регистрируются новые участники. То есть, они сами тоже передают благотворительную эстафету. От них вы получаете переводы уже по 5 долларов, поскольку ваше имя на второй строке, а в сертификатах. И в сертификатах этих людей, то есть, последователей ваших партнеров, ваше имя поднимается еще выше, то есть, уже на третьей строке. Ну и что из этого вы должны вынести? То, что чем больше и чем чаще вы и ваши последователи передаете благотворительную эстафету другим людям, тем в большем количестве сертификатов, видите, здесь уже такая пачечка находится, да, тем в большем количестве сертификатов появляется ваше имя. И тем больше денежных переводов каждый день по 5, 10 и даже 15 долларов поступает на ваши счета. Каждый день переводов становится все больше, и этот процесс уже не остановить. Кстати, да, важно отметить, что согласно правилам системы оказания финансовой помощи производится каждым участникам ежегодно, как я уже говорил в эстафете, благодаря чему на благотворительность с каждым годом удается направить все больше денежных средств, а ваши доходы при этом ежегодно возобновляются. И вы снова и снова получаете денежные переводы от людей со всего мира. Вот такая вот хорошая концепция эстафеты. Как вы поняли, что для того, чтобы зарабатывать в эстафете, достаточно пригласить, ну, как минимум одного человека, то есть передать буквы и эстафету как минимум одному последователю, да. И далее ваша структура начнет расти уже сама, возможно, без вашего участия, если этот последователь окажется активным. При этом можно пригласить этих последователей как самому лично по своей рефссылке, так и доверить, это, как я говорил, услуге бизнес-автомат. То есть получить последователи без приглашений, которые можно будет получить, кстати, эту услугу и бесплатно. Но об этом мы с вами поговорим чуть позже. А пока я хочу, чтобы вы на калькуляторе могли посмотреть, сколько можно заработать в эстафете. Вот такой вот интересный калькулятор есть на лендинге, который вам обязательно будет предоставлен абсолютно бесплатно. Вы сможете его также показывать людям и таким образом эффективно передавать эстафету. Они тут тоже могут посчитать, как же работает этот калькулятор. Ну, он спрашивает всего два вопроса. Скольким людям вы смогли бы передать благотворительную эстафету за один год? Можете пока что ответить даже на этот вопрос где-то вот здесь. Скольким людям вы сможете передать благотворительную эстафету за один год? За вот этот вот такой большой-большой срок. В общем, вы сами решите, скольким людям вы сможете передать эстафету. Я бы это смог сделать большому количеству людей. Ну, в общем-то, каждый год я это тоже делаю. Но даже если мы возьмем пять человек, ну, вы будете передавать эстафету там одному человеку каждые два месяца, да, даже чуть-чуть реже, то у вас будет уже хороший результат. Но важно еще то, скольким людям, то есть, ответ на второй вопрос, сможет пригласить за один год каждый из ваших партнеров по команде. Если ваши партнеры будут не такими активными, как вы, ну, например, каждый из них за год всего трем людям передаст эстафету, то есть, будет передавать одному человеку каждые четыре месяца, да, такой с ума сойти за такой срок, то ваш личный доход составит 63 тысячи долларов, а на благотворительность будет собрано 273 тысячи долларов, да, то есть, ну, если, например, взять все по пять, как это рассматривается в нашей презентации на сайте, то это более миллиона долларов, а именно миллион 269 тысяч 550 долларов вашего личного дохода и более 4 миллионов, почти 5 миллионов долларов на благотворительность. Такие сумасшедшие цифры могут получиться, если просто каждый передает буквально эстафету и делает это не так уж и часто. Вот, калькулятор здесь вам рассказывает, как это рассчитывается, сколько будет на семи уровнях партнерской структуры человек, вот, и как, что для этого нужно делать. Вот, поэтому вы можете этот калькулятор использовать, лендинг incoma24.biz, ну, в вашем личном кабинете, конечно же, есть эти ссылочки, причем с вашим реферальным кодом, поэтому обязательно калькулятор используйте для того, чтобы самому мотивироваться, ну, и мотивировать своих участников, партнеров. Дальше пойдем. Дальше будем рассказывать вам уже о марафоне. Итак, благотворительный марафон – это специальный проект компании Whole World, который также призван объединить миллионы людей по всему миру в стремлении помогать нуждающимся и сделать при этом процесс благотворительности намного увлекательнее, чем прежде. Ну, и здесь также вы, оказывая финансовую помощь, впоследствии имеете возможность получать эту финансовую помощь и в свой адрес от людей со всего мира. Ну, а чтобы понять, в чем разница и как работает марафон, представьте себе бинарную структуру. Вот она, бинарная структура, когда каждый следующий уровень имеет ограниченное количество мест. Если на первом – одно, на втором – два, на третьем – четыре, то есть в два раза больше мест на каждом следующем уровне. И если в эстафете вы могли бесконечное количество людей на свой первый уровень пригласить, то здесь всего два человека. Так вот, зачем нам нужна эта самая бинарная структура? Представьте себе, что есть такая структура, и все участники Whole World, а их более миллиона человек, уже находятся. То есть их места уже расставлены в этой общей бинарной структуре благотворительного марафона. Но не все места активированы. Совсем не все, да, очень даже немногие. И каждый участник имеет право в любой момент активировать свои места, оказав финансовую помощь на сумму 35 долларов. При этом в момент активации место участника из неактивного статуса приобретает активный статус и перемещается вверх, и занимает первую свободную позицию, вот как здесь показано, да, занимает первую свободную позицию под местом его ближайшего, высшестоящего партнера в Whole World, который уже участвует в благотворительном марафоне. При этом заполнение позиций в структуре производится сверху вниз, слева направо. Таким образом, места других участников, как вы понимаете, могут автоматически попадать в структуру под вашим местом, даже если вы не приглашали этих партнеров лично. Причем неважно, когда вы здесь зарегистрировались, 8 лет назад или только сегодня, здесь шансы у вас практически одинаковые. Итак, идем дальше. Для активации своего места, как я уже сказал, в благотворительном марафоне, любому участнику достаточно оказать финансовую помощь на общую сумму 35 долларов. Из которых, вот они, 35 долларов, из которых 10 долларов направляется в благотворительный фонд всем миром, как бы укрепленное пожертвование, 19 долларов поступают другим участникам марафона, чьи места находятся над вашим местом в общей структуре, а именно на 10 уровне, 10-рым местам. 3 доллара поступают вашему ближайшему, уже стоящему партнеру в Whole World, то есть, почему сертификату вы зарегистрировались, это если он тоже участвует в марафоне, если он не участвует, то ближайшему, уже стоящему партнеру, который участвует в марафоне, эти 3 доллара поступят как спонсорский бонус. Ну и 3 доллара – это сервисный сбор компании для того, чтобы она могла обслуживать вот эту всю движуху, всю структуру марафона, личный кабинет и так далее. Ну и, как сказали, для поддержания активности мест необходимо производить оказание финансовой помощи ежеквартально, то есть, один раз в 3 месяца. Если этого не делать, то место будет деактивировано, а через 10 дней после этого удалено, и его смогут занять другие участники. Итак, какая же финансовая мотивация фандрайзеров участвовать в выхвате на марафоне? Ну, на самом деле, она очень весомая, поскольку участвуя в марафоне, вы также, в свою очередь, получаете денежные переводы от участников, чьи места располагаются под вашим местом в общей структуре, а именно с 10 уровней. Ну и переводы по уровням здесь указаны. До 4 уровня по 1 доллару, дальше 3 уровня по 2 доллара и дальше 3 уровня по 3 доллара. То есть, с 10 уровня вы будете получать 1024 перевода по 3 доллара и вот здесь и так далее. Не сложно посчитать здесь, прокалькулировать, что таким образом общая сумма финансовой помощи, отправленной вам другими участниками, может составлять максимум 5854 доллара каждые 3 месяца на одно ваше место. Но, как мы сказали, количество ваших мест не ограничено. То есть, вы можете активировать неограниченное количество мест и на каждое из них получать по 5854 доллара, при том условии, что под каждым из этих мест будет полностью заполнено 10 уровней. Вот такая вот история. Ну и, конечно же, плюс по 3 доллара с каждого места и продления, и активации мест в марафоне ваших лично приглашенных партнеров. Есть еще одна важная особенность, о которой мы уже отговорили, то, что в марафоне существуют переливы от вышестоящей структуры. А почему они существуют? Да потому что особенность бинарного дерева, бинарной структуры такова, что структура под вашим местом является частью структуры всех вышестоящих мест, вплоть до самой верхней позиции. Как это понять? Очень просто. Вот оно, ваше место. И где ваша структура? Вот она под вашим местом. И туда вот она глубоко-глубоко на 10 уровней пошла. На самом деле, не совсем глубоко. При этом ваш информационный спонсор, вот его, допустим, место. Вы к нему попали под его место. А где его структура? А вот она, под его местом. И как вы видите, что ровно половина его структуры – это ваша структура. А вторая половина его структуры – это структура вот этого человека или вот этого места, которое будет занято позже. То есть, вы являетесь частью его структуры, в том числе частью вышестоящего места и так далее. До 10 уровней вверх – все это части других структур. Ну и, как вы понимаете, из-за этого, поскольку количество мест на уровнях ограничено, если кто-то приглашает сверху, то вам в вашу структуру уже поступают переливы. Места других участников могут автоматически по переливу от востоящих партнеров попадать в структуру под вами, даже если вы не приглашали их лично. Ну и таким образом, действительно, можно сказать, что можно дождаться заполнения всех 10 уровней под вашим местом и получать по 5854 доллара каждые 3 месяца вообще без приглашений. Но к этому преимуществу нужно подходить с особым пониманием, так как вы должны осознавать, что если все абсолютно будут сидеть и ждать вот этих вот самых переливов в надежде, что им ничего не делало, а прилетит такое счастье, то, как вы понимаете, взяться этим переливом будет, скорее всего, просто неоткуда. И, соответственно, возможность получать доход без приглашений здесь должна использоваться вами скорее как некий козырь и аргумент в ваших приглашениях, какая-то лояльность для новичков, нежели, собственно, как способ получения вами дохода без приглашений. Еще важный момент, что самое-самое глупое можно сделать, участвуя в марафоне? Это не продлить активность своих мест или своего места. Почему? Потому что марафон – это забег на длинную дистанцию, марафон, да, марафонская дистанция. И только если вы готовы к нему, то сможете быть достаточно вознаграждены за свое постоянство и терпение. Поскольку стратегия эффективна у участия в марафоне, здесь простая она следующая, то что вы активируете одно или несколько мест и поддерживаете их активность, несмотря ни на что. Вот прямо вот если вы хотите участвовать в марафоне, будьте к этому готовы. Поддерживать активность мест хотя бы несколько кварталов, да. При этом вы должны понимать, что структура под вашими местами так или иначе будет неминуемо заполняться, несмотря ни на что. То есть она может в первый месяц заполниться незначительно, во второй еще заполнится. И, к сожалению, есть такой факт, что многие участники не дожидаются, то есть вот у них прошло три месяца, да. Они смотрят, блин, что-то у меня всего там два уровня или три уровня всего заполнилось подо мной. Не, ну как-то не очень выгодно, где мои пять тысяч долларов, да. И он берет, не продлевает активность места. Соответственно, место неактивно, через 10 дней оно удаляется и его позицию занимает какой-то другой партнер, который активировал место. Сразу получает готовую структуру и радуется, да. Вот. А этот человек, который не дождался, не продлил свое место, вместо того, чтобы сделать это и получить еще больше прирост в следующем квартале, а потом в следующем еще больше прирост, и в итоге он, конечно же, начнет получать те самые весомые переводы, но их нужно подождать. Он этого не ждет, да. К сожалению, он, может быть, неправильно понял стратегию участия в марафоне. Вот. Но на самом деле это так. Обязательно участвовать, обязательно продлевать места, и только тогда будет очень хороший эффект. Вот. Ну и, как вы должны понимать, то, как быстро заполнится при этом ваша структура, будет в первую очередь напрямую зависеть именно от вас лично, и уже во вторую от активности вышестоящих участников и переливов от них. Вот. Если вы будете придерживаться такой стратегии, то, конечно же, все будет хорошо. Вот. Ну и здесь в марафоне точно так же присутствует важный аспект, то, что все переводы оказания финансовой помощи полностью автоматизированы, и также моментально поступают наличные счета участников в платежных системах, не накапливаясь на счетах компаний. То есть, воспользоваться денежными средствами вы можете сразу же, как только получили этот самый перевод. Ну и обрабатывать переводы. Вот такой вот схематично показан универсальный платежный шлюз, особенность которого заключается в том, что заплатить, то есть оказать финансовую помощь, идти на временным платежом, например, на 100 долларов или на 35 долларов, может участник абсолютно любым доступным способом, ну, из удобного, да, например, банковской картой или какими-то электронными деньгами. И при этом другие участники, которые эти переводы должны получить, они могут их также получить на разные кошельки. То есть, например, вы оказали перевод, оказали финансовую помощь с банковской карты виза, а у других участников, кто-то из них, например, там, из Казахстана, кто-то с Украины, кто-то из России, кто-то вообще из Германии, там, из Америки, да. У них у всех разные платежные системы. У кого-то PayPal, WebMoney, у кого-то там Kiwi, Яндекс, у кого-то Pair, у кого-то еще что-то, да. Вот. И каждому из них перевод приходит в его платежной системе. То есть, вот так работает универсальный платежный шлюз, автоматизирует и делает это все удобным. При этом у вас нет никакой необходимости за этим следить, поскольку это все совершается в автоматическом режиме. Вот. Так, прежде чем я расскажу дальше, хочу проверить, все ли у нас хорошо. Сейчас я на вопросы обязательно отвечу. Сейчас хочу вам дорассказывать важную информацию. Важнейшая акция, которая приурочена к 8-летию проекта и на сегодняшний день продлена и используется как постоянная, это акция с формулировкой «Бизнес-автомат бесплатно». Бизнес-автомат – услуга, которая позволяет получать вам партнеров, не приглашая их лично, как она работает сейчас расскажем. А стоит она в стандартном режиме 50 долларов в месяц, эта услуга, но ее можно получить бесплатно. Как это сделать? Очень просто. Она выдается автоматически за одновременное участие ваше в марафоне и эстафете. Если вы активируете и марафон, и эстафету, причем неважно, одновременно это вы сделаете или последовательно, то есть спустя месяц, например, как только система обнаружит, что у вас активно и марафон, и эстафета, она выдаст вам бесплатно бизнес-автомат на один месяц. То есть вы сможете таким образом начать получать новых партнеров без приглашений. Ну и ваши партнеры, зная об этой акции, также будут замотивированы присоединиться к марафону и к эстафете, оказать нам финансовую помощь, и также получить бизнес-автомат, который подкинет еще больше партнеров вам в структуру, то есть им в структуру, которая также является частью вашей структуры, как вы понимаете, уже на втором уровне. То есть такая интересная акция, она работает, причем работает она циклично, то есть один раз получив бизнес-автомат бесплатно, после этого, если вы снова продлите активность, то есть окажете финансовую помощь очередную, ежегодную или ежеквартальную в марафоне и эстафете, то вы получите еще одно место в бизнес-автомат бесплатно и так далее, и так далее, до бесконечности. Я сейчас покажу вам, как работает бизнес-автомат, немножечко расскажу, что это вообще такое, откуда берутся эти партнеры. Итак, мы сказали, что эта услуга позволяет получать новых партнеров в свою структуру, не приглашая их лично. На сайте есть этот раздел, вот здесь участникам бизнес-автомат, можете посмотреть. Здесь видео, опять же, на 9 языках, которое наглядно показывает, как работает бизнес-автомат, но если коротко, то ситуация следующая. Дело в том, что сайт ежедневно посещают десятки тысяч людей со всего мира, и многие из них делают это не по пригласительным ссылкам, то есть не по реферальным ссылочкам, но при этом все равно хотят зарегистрироваться, поскольку правилами системы стать участником можно только по приглашению одного из действий, участников, то система им в автоматическом режиме подбирает вышестоящего партнера, под которого он и будет зарегистрирован, то есть почему сертификат его зарегистрировать. И, как вы поняли уже, выбирает она этих спонсоров вышестоящих из числа тех людей, которых подключена услуга бизнес-автомат. Таким образом, в порядке общей очереди целый месяц вам будут поступать новые регистрации после того, как вам будет подключена услуга бизнес-автомат. Это может происходить более активно, менее активно. Какие вам партнеры попадутся, из каких стран, то есть это заранее сказать, конечно же, нельзя, потому что система работает просто автоматически, распределяя регистрации по очереди. Вам может попасться какой-нибудь суперактивный сетивик, который за вас сделает всю работу, а может попасться абсолютно ничего не понимающий новичок, которому вам нужно будет связаться и самому все подробно-подробно рассказать. Последнее, кстати, случается чаще, как бы то ни было странно. Такая услуга, и она по акции, вышеописанной мной, может достаться вам бесплатно. Ну, а чтобы вы понимали, сколько она стоит, вот классический прайс от 50 долларов за одно место. Можно получить и за 35 долларов одно место, если подключить одновременно 10 мест. Но подключение большего количества мест дает вам более частое получение новых партнеров наравне с другими, как вы понимаете, то есть по очереди. Несколько лайфхаков. Как получать больше денежных переводов за одни и те же ваши действия. Это можно делать. Есть два основных лайфхака. Первый из них называется семейный бизнес, суть которого заключается в том, что вы можете работать в связке со своими родственниками, например, да, ну или с друзьями. Расположив места свои в очереди сертификата друг по другу. Ну, что для этого нужно сделать, да? Пригласить сначала свою маму, потом мама пригласит вашу бабушку, а ваша бабушка пригласит вас там, да, или наоборот, как угодно. Вот. И таким образом, когда по сертификату, в котором находятся три имени ваших родственников, будет регистрироваться новый участник, то он будет оказывать финансовую помощь уже не один раз на одно ваше имя, да, а сразу раз, два, три. Ну, в данном случае, сколько имен здесь будет ваших родственников, столько и переводов вы получите от одного всего лишь оказания помощи. То есть, это многократное увеличение переводов, возможно, с помощью такого вот лайфхака, как семейный бизнес. Но есть важные условия, чтобы это были реальные участники, потому что система может запросить у вас верификацию аккаунта, если увидит вот такую вот связку. И второе, на каждом аккаунте должна быть хоть какая-то активность, потому что создание фиктивных цепочек только вот для умножения прибыли у нас в системе запрещено. Поэтому эту особенность нужно использовать с умом, но она есть. Ну, и еще один, в принципе, похожий лайфхак, но уже в марафоне, это использование золотых треугольников. Как мы говорили, можно активировать не одно, а несколько мест. И вот это дает как раз то преимущество, то, что вы можете активировать, например, не одно, а сразу три места, которые встанут вот таким вот золотым треугольником. Но треугольник может быть не обязательно из трех мест, но и на два уровня распространяться, ну, например, это может семь мест. Можно сделать 15 мест, заняв таким образом раз, два, три, четыре уровня. И что это дает? Это дает, что от каждой активации места или продления активности места под вашей структурой, то есть в вашей структуре, вы будете получать не один перевод, а несколько переводов на каждое из ваших мест в этом самом золотом треугольнике. Ну, надеюсь, это более чем понятно и сильно останавливаться на этом не стоит. Лучше мы потратим время на разбор вот такого вот важного момента, так как ответ на вопрос, насколько деятельность Whole World легальна. И связано мое желание вам об этом рассказать с тем, что в сети есть большое количество людей, которые считают, что это какой-то очередной лохотрон, как они любят говорить, ну, или финансовая пирамида, или и то, и другое вместе взятые. Вот. Ну, давайте разбираться. Начнем с лохотрона. Что такое лохотрон? Когда вам говорят, да, очередной лохотрон, вы должны как бы уметь ответить на это. Не обязательно матом, да, просто логически. То, что лохотрон, да, что такое лохотрон? Это мошенничество. Мошенничество – это умышленный обман или введение человека в заблуждение с целью завладеть его денежными средствами или имуществом. Однако в Whole World вы должны это понимать и уметь рассказать то, что никто никого не обманывает и в заблуждение не вводит. На официальном сайте, в соглашениях и презентациях, в конце концов, на наших онлайн-вебинарах, ну, ровно как и в любой другой официальной информации, мы всегда говорим только правду. И более того, ставим своей главной целью сделать так, чтобы каждый участник не просто доверялся нам, просто вот верю, да, доверяю и все. Нет. Мы хотим, чтобы он четко понимал своей собственной головой, как именно это работает. Поэтому вот так вот все мы разжевываем. Тут никто не обещает участникам какого-то гарантированного дохода в каком-то конкретном или минимальном размере в определенный период времени, да, там. А все оказания финансовой помощи совершаются участниками исключительно добровольно и безвозмездно, с чем каждый человек открыто соглашается при проведении оплаты и оказании финансовой помощи. В то же время четко и однозначно описано, в каком случае, на какие суммы участник получит те или иные денежные переводы или вознаграждения. И отсюда каждый может сам делать выводы о том, как много и как часто он может тут зарабатывать, основываясь исключительно на здравом смысле, ну и, конечно, своих предпринимательских способностей, которых известно только ему самому. Ну и вывод по лохотрону простой, да, то, что Холл Волл не является никаким лохотроном и мошенничеством не занимается. А что же касается финансовой пирамиды, да, ну, называть пирамидой можно все, что угодно, но в данном случае нас интересует именно формулировка на основе закона. И здесь вот представлена вам суть статьи 172.2, она немножко мною упрощена, чтобы вы могли ее прочитать. Давайте я прочитаю. Итак, незаконной и уголовно наказуемой является деятельность по привлечению денежных средств или иного имущества физических или юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода или предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства привлечены ранее, осуществляется за счет привлеченных денежных средств или имущества иных лиц, при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств или имущества в объеме, сопоставимым с объемом привлеченных денежных средств или иного имущества. И это все наказывается штрафами и лишениями свободы в том числе. Так вот, давайте разберемся. Как вы, наверное, видите сами, уже по первому предложению, можно было бы смело возразить о том, что тут никто не привлекает в свой карман ничьи средства и после этого не выплачивает из них никаких вознаграждений, так как все переводы совершаются как добровольные благотворительные пожертвования напрямую между самими людьми по их собственной на то инициативе и воле. Однако формулировки этой статьи довольно размытые и не совсем понятно, в чью именно пользу должны тут привлекаться средства. То есть не сказано конкретно, что в твой личный кошелек на твой личный счет. И какая именно иная выгода имеется в виду вот здесь, предоставление иной выгоды лицам. Черт возьми. Но раз она, формулировка такая, размытая, мы обратимся сразу ко второму пункту статьи, который говорит о том, что данная деятельность наказывается только в том случае, если при этом отсутствует инвестиционная, или иная законная предпринимательская деятельность, связанная с использованием привлеченных денежных средств в объеме, сопоставимым с исходным объемом привлеченных денежных средств. И вот в этом ключе уже точно смело можно сказать, что такая законная деятельность у нас как раз и присутствует. И называется она, как вы уже знаете, фандрайзингом. То есть, компания и участники проекта занимаются вполне понятной законной деятельностью по привлечению средств на общественно полезные нужды и благотворительность. При этом использование привлекаемых средств на данную деятельность производится в полном стопроцентном объеме. И придраться тут просто не к чему. То есть, вывод следующий. То, что деятельность Whole World и участников не попадает под статью 172.2 УК РФ и не является уголовно наказуемой. А Whole World, собственно говоря, не является финансовой пирамидой согласно определению закона. И все, что остальное хотят там кто-то сказать, пускай говорят, но вот этот момент они должны знать. Все остальное лишь разговоры. Давайте я теперь перейду к ответам на ваши вопросы. Кстати, удалось уложиться в час. Это круто. Не знаю, сильно ли я тараторил, но думаю, что не очень. Итак, я показывал видео. Сразу ко мне вопрос. А тебе много переводили? Вот когда переведут тебе, тогда и расскажешь. Ну, Алла, это известный всем в камне преткновения, новичка, так сказать. Вот у вас есть всего два варианта. Либо инициировать и сказать, что да, мне переводили, да, немножечко приврав, так сказать, на старте. Это можно делать. И некоторые так делают. Это приносит им определенный эффект. Либо второй вариант. Можно просто дать, как бы, попросить помощи у своего вышестоящего партнера, который ты уж точно получал эти переводы, и у него уже все получается. Поэтому можно сказать, да, я новичок пока что, но вот мой вышестоящий партнер, давайте с ним вместе созвонимся, поговорим. И дело в том, что он вам не откажет, поскольку это и ему тоже выгодно, да, чтобы у вас появились свои последователи. Поэтому это более рациональный способ взаимодействия со своим вышестоящим спонсором. Да, вот Ирина вам говорит еще один третий способ, то, что можно переводить количество в качество. Потому что вам не нужно, чтобы все тысячи из тысячи приглашенных вами партнеров стали вашими последователями. Вам достаточно всего лишь несколько человек. То есть, если вы будете хотя бы в день десятерых знакомить, то очень скоро у вас пачками начнут появляться новые последователи. Даже если всего там один процент из них будет заинтересовываться. А это по-любому будет. А если в марафоне не обязательно приглашать, то зачем тогда бизнес-автомат? Ну, Вадим, вероятно, вы не совсем как бы внимательно меня слушали, да, потому что необязательность приглашения в марафоне вы вот здесь вот в своем вопросе преподносите как какой-то прям вот факт, который нужно использовать. Я сказал, что есть возможность получать переливы, но при этом я сказал, что если вы будете рассчитывать только на переливы, то ждать свои заполнения структуры в марафоне, да, из десяти уровней придется вам очень долго. А если все в вашей структуре будут ждать, то вы никогда не дождетесь ее заполнения, да, потому что никто не будет приглашать. Так вот, бизнес-автомат дает вам новых партнеров в вашу структуру, которая является единой и для марафона, и для эстафеты. То есть в вашем кабинете есть ваша партнерская структура. Лично приглашенных может быть бесконечное количество, да. При этом вы сами можете участвовать как в марафоне, так и в эстафете. Можете в один момент времени участвовать только в марафоне, там, но должны знать, что люди, которых вы лично приглашаете, они последуют под вашу структуру в марафоне, да, то есть будут ее заполнять. При этом эти люди могут также захотеть участвовать и в эстафете, но если вы там не участвуете, то вы будете, конечно же, выпускать переводы. Вот, поэтому ключевым является все равно ваше развитие вашей партнерской структуры именно личной, потому что если в марафоне к вам и заполняются ячейки под вашей структурой, то это люди, которые не состоят в вашей структуре проекта, да, они просто, их ячейки просто прилетели к вам в марафон. В любой момент они могут удалиться оттуда, да, и так далее. То есть они не принадлежат вам. Это не важно, ну, вам, конечно, никто не принадлежит, но так или иначе не привязаны к вашей структуре, понимаете? Вот, не знаю, удалось мне вам объяснить или нет. Если нет, то задайте вопрос еще. Так, я разрешаю использовать мои видео с доходами. Да, вот, ну, это, Ирина, по поводу того второго способа взаимодействия со спонсором. Вот, созвон по скайпу с показом экрана, это вообще супер, да, вот, если ваш спонсор, например, может вам что-то показать, у него есть что показать, например, то это вообще хорошо. Так, давайте еще вопросы, времечко еще есть у нас для этого. Кстати, напишите, были какие-то прерывания связи в процессе сегодняшнего вебинара или сегодня все хорошо было? Да, кстати, Вадим, еще такой момент, то, что отлично приглашенных участников вы будете получать еще и дополнительные вознаграждения как спонсорские бонусы в марафоне, но только в том случае, если вы участвуете и в марафоне, и в эстафете. То есть, это тоже важно понимать. То есть, и все мотивации ведут к тому, чтобы участник одновременно участвовал и в марафоне, и в эстафете. Ну и, соответственно, вы как участник, который намерен активно использовать возможности Whole World, даже безоговорочно должны участвовать и там, и там, потому что не в ваших интересах упускать финансовую помощь, если, например, вы приглашаете участников, кто-то из них захотел в марафон, кто-то из них захотел в эстафету, вы понимаете, чтобы получать и там, и там, вы сами должны быть и там, и там, иначе вы не сможете получать во всех маркетингах. Но если вы только-только знакомитесь с проектом и только вот прощупываете, то да, конечно, вам допустимо участвовать где-то пока что в одном месте. Я должна ежеквартально приглашать? Алла. Первый раз слышу такой вопрос. Как правильно ответить? В идеале ежедневно, поскольку это в ваших интересах, да, то есть чем большее количество людей вы передадите эстафету лично, тем быстрее и больше начнете получать денежных переводов и из марафона, и из эстафеты. Можете приглашать ежеквартально. Может быть вы сейчас цитируете тот калькулятор, да, вот когда мы смотрели, что чтобы вот эту сумму достигнуть, достаточно пригласить там четырех человек в год, да. То есть как раз и получается, что по одному человеку в квартал, но это просто как следствие, понимаете, вылезло здесь. Поэтому, конечно, лучше приглашать больше, чем реже. Так, темп изложения нормальный, связь хорошая. Вы можете вообще никого не приглашать, вас не заставляет никто приглашать. Может быть вы просто хотите оказать финансовую помощь и ждать чуда по переливам, да. Ну, можно и так делать. Как бы это ваше личное дело, вас заставить здесь никто не может работать, это же не рабство какое-то. Вот, как Ирина правильно говорит, приглашение не в напряг, это уже высокооплачиваемое хобби. А я говорю следующим образом, то, что стать миллионером всего лишь приглашая, это самая крутая возможность, которая только существует. Всего лишь приглашая, понимаете. Кто-то вкалывает на заводе, семь потов проливает, там, кто-то грузит, кто-то ввозит, кто-то что-то там собирает, да. Кто-то стоит за прилавком. А вы всего лишь рассказываете людям о возможности, сидя в комфортном кресле у себя дома в карантине через интернет, попивая чай там или еще что-то, да. Господи, что может быть проще и удобнее? Не рискуя ни своим здоровьем, ни еще чем-то, да, там, не имея расходов на содержание рабочего места и себя до рабочего места довезения. Это со всех сторон это идеальный бизнес просто. Ну, для меня, не знаю. Для многих из наших участников, которые много лет уже участвуют здесь. Вот, поэтому решать вам. Вопросов я от вас пока не вижу больше. Время уже 7 минут 9 по Москве. Наверное, мы будем завершать наш сегодняшний вебинар. Запись его будет на нашем канале. Вы сможете пересмотреть его еще разочек, если что-то не поняли или поняли не совсем хорошо. Если понадобится вам задать вопрос, то можете это делать в нашей группе ВКонтакте официальной. Найти ее без труда можно ВКонтакте. И на нашем сайте есть ссылочки на нее. Ну, и, конечно же, обращайтесь к вашим настоящим партнерам. Они вам обязательно помогут. Если ищете себе спонсоров, то можете их также найти среди активных участников группы ВКонтакте. Ну, это, в общем-то, ваше личное дело. Никого рекомендовать не могу и не имею права. Вот. Ну, все остальные вопросы, которые у вас накапливаются, задавайте. Безусловно, мы на них вам ответим. Следующий наш презентационный вебинар состоится через неделю. Я думаю, также в четверг. Также хочу вам сказать, что мы готовим проведение таких вебинаров на английском языке. То есть, сейчас мы работаем с подготовкой англоязычного спикера. И ваши англоязычные партнеры зарубежные также в скором времени начнут получать презентационных вебинаров в поддержку. В Одноклассниках тоже наша группа. Когда-то она там была, но, по-моему, Одноклассники запретили бизнес-сообщество. И с тех пор мы там не ведем активных групп. Поэтому, ну, группы участников там, наверное, и есть, безусловно. Наши официальные группы нет в Одноклассниках. Есть группа фонда благотворительного, но группа фонда – это немножко другое. Потому что организации разных две. Да, есть фонд, есть ООО всем миром, коммерческая организация наша. Ну что ж, ладно. Друзья, на этом все. Говорю вам всем спасибо за то, что сегодня пришли на вебинар. Приходите чаще, приводите своих партнеров. Будем помогать вам строить бизнес вместе. Ну и, конечно же, желаю вам здоровья, как бы то ни звучало банально. Соблюдайте правила карантина. Это поможет нам всем как можно быстрее справиться с этой общей проблемой и угрозой. На этом все. Всем до скорых встреч и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok